сердцем, так скажем, самоцветов Режевского района, чтобы он притягивал такие же необычные самоцветы, как и у нас на витринах, таких же необычных людей. Сегодня мы собираемся вспомнить просто с чего все начиналось. Начиналось, собственно говоря, естественно, с заказников. В 1995 году на территории Режевского района была основана особо охраняемая природная территория. И вот 26 марта в 2002 году состоялось здесь в заказнике совещание по рабочий семинар, который назывался «Музей самоцветная полоса Урала. От проекта к осуществлению». И заказник, он сам вообще был основан как муниципальный первоначальный, не относился к Министерству природных ресурсов. И, собственно говоря, решение о создании музея принималось совместно с органами местной власти. И большую поддержку, конечно, на тот момент оказывал глава Режевского района тогда Штеймиллер Александр Александрович Штеймиллер. Ну и инициаторами музея вообще создания явились Емель Эдуард Федорович и Волохин Сергей Леонидович. У нас, Эдуард Федорович, к сожалению, сегодня отсутствует. Ну и, конечно, свидетелем первых шагов музея было Министерство природных ресурсов. У нас есть Министерство природных ресурсов? Они в пути. Они в пути, да? Мы попозднее предоставим им слово. И лично благодарить вас за содействие, поддержку. За активное содействие, российскую помощь в здании музея. Спасибо. На слово нам буквально. Вообще музей можно говорить очень долго и пространно, поскольку это действительно такое уникальное сооружение, уникальное собрание. Я всегда удивляюсь на нашего предыдущего, удивляюсь. Совсем недавно не было этих фотографий, этих камней, удивительных. Я здесь живу. Беседовали. Столько работы. Ну, вообще, у меня к ней... У нас отдельная любовь. Отдельная любовь, поскольку мы работали в музее историческом. И после этого, собственно, конечно, я очень рад, что она чего-то хорошего набралась, что мы общались, как мы что-то делали. И это получилось здесь замечательное продолжение. Я очень рад, что сегодня столько, сто машин здесь стоят. И тут, в свою очередь, высказывали. Спасибо вам большое. Это подарочный паспорт. Ну, а теперь у нас пришел поздравить коллектив детей школы номер 5. Так вот, сейчас они попытаются к нам прорваться. Проход сделаем. Проход сделаем детям, чтобы они прорвались к нам. Всем-всем добрый день. Всем-всем добрый день. Заниматься нам не верь. Ну, конечно, волнуемся. Это у вас волевое крещение. Разрешите поздравить с праздником. И выслушать наше маленькое поздравление от ребят, которые принимали участие в конкурсе поделок. Это у нас призеры. Этого конкурса, конкурс назывался «Мой родной край». С использованием различных, вернее, различную технику ребята выполняли, работали у них были. Вот, родинки, мы шагаем выше, но не понимаем. Не боимся мы приказ. Вместе сцовываем каждый раз. И веди мы на горах. Нам туда спешить пора. Мастерской нас ждут дела. Мы, ребята, мастера. Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал. Как девочки сосны босые сбегают за снежных скал. Неспроста говорят, что Урал наш богат, изумруды и алмазы, прежде солнца горят. Кто у нас побывал, кто наш край повидал, не забудем, не забудем, дорогой наш Урал. Есть у нас малахи, и слюда, и гранит, и горучий, самый лучший уголек андроцит. Наш березовый край, изумрудное сердце России. До краев наполняешь любого вида наших сердца. Город Реш, наш город любимый. Твоим скалам, лесам не видно конца. Твоей красотой напьемся когда-то едва ли. И тебя променять на другую страну не хотим. Здесь с рождения живем, нам другого края не надо. Мы гордимся тобой, ты наша судьба и отрада. Самосветы твои, родников березовых, прохладу. Мы будем беречь, и любя это, все сохраним. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ